Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Деньги были в сентябре, а чтобы сберечь их в целости и сохранности, до января, когда семья Фирстовых запланировала крупные траты, решили сделать вклад в банк. Выбор пал на Волгокредитбанк. Уж больно заманчивые были условия по вкладу. Свои кровные Фирстовы определили в надежное, как казалось, место и уехали в Сургут. А по возвращении вместо оставленных полумиллионов на счету оказалось только 30 тысяч рублей. Остальное вкладчик якобы снял еще в сентябре. Мы пенсионеры, и сейчас это последние деньги, которые заработали за всю свою жизнь. В подобной ситуации оказались еще сотни человек, вкладчиков лопнувшего Волгокредитбанка. При попытке получить компенсацию по вкладу они узнали, что их счета пусты, либо суммы намного меньше, чем были. В выписках задним числом прописано, будто вкладчики сами же свои деньги и сняли. В выписке, да, сняты деньги, например, у меня был вклад почти 700 тысяч, снято 660. К выплате предоставили, можно сказать, 60 тысяч. Я, можно сказать, именно проценты снимал, у меня были, можно сказать, именно выплаты процентов, можно сказать, именно соответствовали вкладу. Я получал еще в декабре, в начале декабря месяца, можно сказать, именно, ну, по вкладу, как бы 1% месячный получался у меня. Я получал 7 тысяч, например, каждый месяц. Напомним, буквально перед Новым годом Волгокредитбанк лишился лицензии. Для выплаты возмещения вкладчикам агентство по страхованию вкладов выбрало Сбербанк. Он готов выплатить вкладчикам суммы, которые прописаны в реестре. Его же предоставил Волгокредитбанк. Сначала будет сумма, потому что нам надо доказать, что мы эти деньги не сняли. Какой нам страховка? Нам не могут выплатить страховку. Потому что у нас, по факту, вот у нас идет, они нам дали, что мы эти деньги сняли. Вот то, что мы эти деньги не сняли, нам надо будет доказать через суд. В Управление экономической безопасности и противодействию коррупции уже поступили десятки заявлений о хищении денег. Дело на особый контроль взял депутат Госдумы Александр Хинштейн. По предварительным данным, речь идет о хищении средств в размере порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей, которые в течение некоторого времени списывались со счетов вкладчиков, а затем по мошенническим схемам, по подложным документам переводились на другие счета. Я держу ситуацию на личном контроле. Убежден, что виновные в этом возмутительном преступлении понесут наказание по заслугам, а пострадавшие вкладчики не понесут серьезных для себя экономических рисков. Конец цитаты. Обманутые вкладчики собрали инициативную группу. Присоединиться к ним могут все, кто пострадал от действий банка. Создана также группа ВКонтакте «Волгокредитбанк. Обворованные вкладчики». Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.